Почему я вижу тут десятку? Так, ну тут у меня все четенько. Всем привет! Это канал Джипье, где мы говорим обо всем, что связано с путешествиями. Меня зовут Валерия, как вы знаете, я много путешествую и даже прожила в Китае более полутора лет, как преподаватель английского языка. С сегодняшнего дня я запускаю новую рубрику под названием Туристы и Бонисты. Ох и название ты себе придумала, скажите вы. И да, я знаю, изначально я вообще хотела использовать слово нумизматы, но туристы и нумизматы как-то не рифмуется совсем. Поэтому что есть, то есть. Можно подумать, что в рамках этой рубрики я рассказываю о монетках и валютах разных стран, но это не совсем так. Конечно, каждый раз, когда я путешествую, я собираю местную валюту на обзор. И даже делаю фоточки в инстаграм, если не забываю. Кстати, заходите, там есть что почитать. Но я не только показываю денежки, но и освещаю тему валютного рынка. Наверное, вы уже догадались, что сегодня речь пойдет о китайских денежках. Валютная система в Китае, как и многое другое, очень запутанная, интересная, но требует разъяснения. Более того, я расскажу, как местные учили отличать меня оригинал от подделки. Поверьте, если вы поедете в Китай, то эта информация будет очень вам полезной. Кроме того, я еще добавлю таймлайн в описании к видео, для того, чтобы вы могли переместиться в удобный для вас момент. Итак, что нужно знать? Для начала давайте отдадим должное. Первые бумажные деньги появились именно в Древнем Китае. Они, конечно, прошли множество метаморфоз и изменили несколько названий, но сегодня денежная единица закрепилась как юань. Сегодня в обороте используют банкноты номиналом в 1, 5, 10, 20, 50 и 100 юаней. Правда, существуют еще так называемые дзяо, у которых есть и бумажный эквивалент, и монетки. А если прям совсем углубиться, то можно вспомнить про такую монетку, как фынь или фэнь, которая равна 1 сотой юаня. Хух, сложно, я же говорила. Но ничего, деньги любят счет. Еще упомяну, что на территории специальных административных районов, таких как Гонконг и Макао, ходят другие местные валюты. Та же самая история и с островным государством Тайвань. Останавливаться подробно на них не буду, поскольку нам с вами и так сегодня предстоит увидеть много пестреньких бумажек. Вообще юань это одна из самых стабильных валют мира, но помним, да, что летом 2019 года китайский юань упал аж на 1% за 11-летний период. Вдумайтесь, 11 лет. Все из американо-китайского противостояния на рынке. То есть, если раньше 1 доллар равнялся 6 юаням, то сейчас равен 7. Да, вот так США ввели новые импортные пошлины. В свою очередь, Китай поручил государственным компаниям приостановить ввоз продукции США. Конечно, не всей, а той, которая касается сельскохозяйственной сферы. Но похоже, что сегодня нам ничего не остается, кроме как наблюдать за тем, чем же все это кончится. Зато сейчас мы можем с вами рассмотреть разные купюры. Так, у меня в руках 1 юань, помятенький. Он такого оливкового цвета. На его лицевой стороне, на аверсе, мы можем увидеть портрет Мао Цзэдуна и Орхидею. А на обратной стороне напечатано озеро Сиху. Оно расположено в городе Ханчжоу и является наследием ЮНЕСКО. Кстати, также есть монетка номиналом в 1 юань. Покажу вам ее вблизи. Как видите, на месте орла здесь цветочек хризантемы. Монетка выполнена из никелированной стали и по размеру она 25 мм в диаметре. То есть, где-то как украинские 5 копеек. Кстати, интересно, что в простонародье сами китайцы называют на юани Куай. И Куай, Ву Куай, Ши Куай и так далее. Откровенно говоря, я вообще поражаюсь им иногда. Все дело в том, что международное название валюты это CNY. Второе же название это Жэн Мин Би. В переводе народные деньги. Произносится по-разному. Помним, я не преподаю путунхуа. Иногда первый звук ближе к Ж, иногда к английскому R. Разница в том, что RMB это общее название валюты, а CNY это название базовой единицы. Но поверьте, сами китайцы абсолютно в это не вникают. Для них это просто синонимы. От некоторых своих коллег я слышала, что они называют юанями деньги в целом. Ну, то есть, доллар это американский юань. Гривна это украинский юань. Рубль российский юань. Логику вы поняли. Гениально. Далее хотелось бы вам показать 2 юаня, редкую банкноту, но, к сожалению, мне не смогли ее сегодня привезти. Она считается редкой, изъятой из обихода, но ничего. Зато у меня есть все остальное. Сказала я и забыла выложить 5 юаней. Мда. По-моему, пора завести альбом для купюр. В общем, это 5 юаней. Как вы видите, они выполнены в таком фиолетово-голубом цвете. На аверсе все тот же первый председатель ЦК КП Китая Мао Цзэдун, но уже с нарциссом. А на обратной стороне изображена гора Тайшань. Она входит в число 5 священных гор доосизма. И традиционно считается местом обитания даосских святых и бессмертных. 10 юаней, выполненные в голубо-синем цвете. Рядом с Мао Цзэдуном расположена роза. На реверсе 3 порога реки Янзы. Этот пейзаж еще называют три ущелья. 20 юаней. Купюра в коричневых тонах. На лицевой стороне напечатан лотос. С обратной стороны пейзаж городского округа Гуйлин. Ну, это на юге Китая. 50 юаней банкнота в зеленых тонах. На этой купюре лицевую сторону украшает хризантема. А на обороте изображен дворец Патала. Бывшая резиденция Далай-Ламы в тибетском автономном округе КНР. Ну и наконец-то 100 юаней. Считается, что это купюра красного цвета. Хотя, хоть убейте, я вижу розовый. Не знаю. А вы? На лицевой стороне японская слива. На реверсе дом народных собраний в Пекине. Проще говоря, это китайский парламент. Так, ну, с основными купюрами мы разобрались. Какая вам нравится больше всего? Вот мне соточки. Мне вообще кажется, что они так и созданы для моего кошелька. Ну да. Что же там дальше? Ах да, как вы помните, я говорила про дзяо. 10 дзяо равны 1 юаню. И что самое для меня интересное. Они существуют как в бумажном виде, так и в виде монеток. Это как если бы у копеек была купюра. Хорошо, что номинал этих дзяо имеет всего 2 позиции. Это 1 и 5. На купюре в 1 дзяо изображены 2 юноши в национальных костюмах. На обратной стороне мы видим главные ворота бывшего императорского дворца. Тайху Тьен. Это здание при входе в запретный императорский город. А вот монеток у меня 2. Одна поновее, а другая от 1993 года. Вообще чудом попала в мои руки. Покажу вам их вблизи, чтобы вы увидели, чем они отличаются. Они действительно разные. И по форме, и по рисунку. Как видите, на старом образце изображен пион, а на новом уже цветы орхидеи. Разный размер, толщина, ну и материал. Новый образец выполнен из стали с никелевым покрытием. Либо алюминиевый сплав. На купюре в 5 зяо уже изображены 2 девушки в национальных костюмах. И сзади все те же ворота дворца. Монетки в 5 зяо сделаны из латуни. То есть они такие желтенькие. Иногда это еще и никель с латунным покрытием. Но все зависит от года чеканки. А сзади выгравирована ветка цветущей японской сливы. Хм, миленько. А теперь перейдем к тому, чего вы так долго ждали. Как отличить настоящий юань от подделки? Мои китайские коллеги постоянно говорили мне, Лера, не носи столько налички. Хотя сказать по правде, в Китае достаточно безопасно. Это один из плюсов проживания там. У меня есть видео на этот счет, обязательно посмотрите. И действительно, там все пользуются даже не карточками, а телефоном. Это и приложение Alipay, и WeChat. Поверьте, без телефона в Китае никуда. И да, на тему приложения у меня тоже есть видео. И по-моему, я где-то уже рассказывала историю про прогрессивного бездомного, но повторю ее здесь. Значит, гуляем мы по ночному Китаю, подходит к нам бедняк и просит милостыню. Мы ему отказали, потому что у нас не было мелкой налички. И что вы думаете, он растерялся? У-у-у. Он достал картонку с QR-кодом и говорит, ну вот сюда вот отсканируйте, сбросьте. Реально прогрессивный. Ну, да ладно, денег в Китае много, а фальшивых тем более. Поэтому, чтобы уберечь себя, нужно помнить о нескольких правилах. Расскажу о них вам и заодно проверю свои юани. Мало ли, может быть тут какая-то подделка. Обычно у китайских денежек есть водяной знак, защитная нить, микротекст, совмещающиеся изображения, изображение с изменяющимся цветом и рельефный элемент в виде точки. Значит, что нужно сделать? Вообще, там более 12 пунктов, но я расскажу вам о самых главных. Во-первых, следует провести пальцем, а лучше даже ногтем, по волосам Мао Цзэдуна. На крупных купюрах они должны быть рельефные. Так, ну что, трогаем. Слушайте, а и правда рельефные. Прикольно. Водяные знаки на настоящих юанях четкие, имеют строго очерченные границы. Если посмотреть на купюру против света, то на поле белого цвета будет уменьшенная копия Мао Цзэдуна. Портрет можно увидеть как на лицевой, так и на оборотной стороне купюры. Далее, серийный номер. Двухцветный серийный номер состоит из 4 красных и 6 черных знаков. На купюрах в 100 и 50 юаней размер знаков постепенно уменьшается от середины номера в левую и правую стороны. Так, ну тут у меня все четенько. В центре действительно цифры побольше, а к краям они сужаются. Стоит посмотреть на номинал банкноты под углом. Вокруг орнамента должен быть виден голубой ореол. У меня видно. Дальше проверяем круглую эмблему. Рассматриваем купюру против света. Красный полукруглый узор с лицевой стороны и синий узор с другой соединяются. Они образуют такую круглую эмблему в виде древней китайской монетки. Я думаю, вы такие видели. Они с квадратным отверстием в центре. Дальше нужно проверить клип эффект. Если посмотреть на банкноту под острым углом и направить ее против света, в правом верхнем углу будет видно изображение номинала купюры. То есть вот здесь, где такой овальчик. Кстати, это универсальный элемент защиты на всех юанях. Сейчас посмотрим. Здесь есть. Тут тоже. На моей несчастной пятерочке. На моей несчастной пятерочке что-то непонятно. Почему я вижу тут десятку? А не пятерка. Точно, она же на боку должна лежать. Фух. И на единичке тоже все есть. Ну и последнее, это шрифт Брайля. В правом нижнем углу имеется выпуклый знак для людей с ослабленным зрением. Номинал купюры написанный шрифтом Брайля. Вот тут. Он есть, он тактильный, он шершавый. Ну и конечно же, можно посветить ультрафиолетом. Настоящие банкноты содержат нити, которые светятся. Интересно, а в лампу для ногтей их можно запихивать? Ну, ту, которая шелак сушит. Сейчас проверим. Но, как видите, все в порядке. Слушайте, ну замечательно. У меня, походу, все в порядке. Так что можно смело брать их в следующий раз с собой. И, судя по сумме, можно будет питаться пару дней. Да, китайская местная кухня недорогая. У меня было видео на этот счет. Посмотрите, если есть время. Ну и ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. И помните, что каждый человек гений.